Добрый день! У нас начинается вебинар, связанный с вариантными ресурсными спецификациями. Напоминаю вам, что это вторая часть, первая часть доступна в записи, и в первой части мы разбирались с условиями выбора и с работой с формулами. Значит, что у нас будет сегодня? Ну, на самом деле, три основных момента. Мы должны другой механизм посмотреть с автовыбором. Я покажу вам общий перечень формул, которые работают в соответствующем рабочем месте для построения. И еще там кое-что по мелочи. Значит, предупреждаю вопрос, то, что там я покажу по спецификациям формул, которые можно использовать в ресурсных спецификациях. Значит, это все в слайд-шоу. Оно будет тоже доступно, соответственно, можете его использовать. Так, ну что, давайте мы с вами, я с вами напомню, я вам в прошлый раз мы формировали с вами. Да. По-моему, мы вот с этим работали. А, нет. Не с этим. Вот с этим. Да. Напоминаю, что вот в прошлый раз мы с вами работали в основном вот с этой кнопкой. То есть, расчет по формулам. Я вам показывал, как работает условие использования и как работает вот эта вот часть с алгоритмом расчета. Вот те формулы, которые есть, я вам уже сказал в конце, я поподробнее вам покажу. А сейчас мы попробуем сформировать пример, связанный вот с этой кнопкой, с кнопкой автовыбора. Как это работает. Для этого нам тоже придется покопаться в нормативно-справочной информации. Давайте это сделаем. Перейдем в номенклатуру. Так. Ну, давайте я сделаю еще один вид номенклатуры, чтобы не вспоминать, что было в прошлый раз. Да. Это у нас... Так. Вот это вот. Мы делали мебель с характеристиками. Сейчас я создам новый вид номенклатуры. Это будет, естественно, товар. Так. И назовем это мебель с характеристиками. В скобках автовыбор. Значит, что я хочу сейчас воплотить. Да. Характеристики мы включим. Общие для вида. Значит, дополнительные реквизиты я пока делать не буду. Сейчас поймете, почему. Значит, как у нас будет вообще выглядеть вот эта вот мебель с характеристиками? Что у нас будет собственной мебелью, что характеристикой? Ну, мебелью, собственно, у нас мы можем взять то же самое. Какой-нибудь шкаф, возможно, другими параметрами. А в характеристику мы с вами внесем цвет. И в характеристику мы с вами внесем еще такую вещь, как фурнитуру. Значит, фурнитура у нас нету. Давайте я ее создам. Значит, я создам набор фурнитуры золота. Ну, имеется ввиду вот это вот внешнее покрытие анодированное. Единица хранения штука. Записать и закрыть. Ну и по аналогии я поставлю еще набор фурнитуры. Соответственно, у нас будут, ну, давайте, стол письменный. Стол письменный будет различаться по цвету и по набору фурнитуры. Значит, вот, соответственно, как это мы с вами зададим. Нам потребуется характеристика, в которой мы используем. Ну, видимо, краски. У нас краска красная, краска зеленая. Значит, насколько я помню, с дополнительными реквизитами, с реквизитом цвет. И этого для нас будет вполне достаточно. Вернемся к мебели с характеристикой автовыбор и создадим дополнительные реквизиты, но реквизиты для характеристики. Во-первых, у нас будет характеристика из другого набора. Мы будем использовать краску. Соответственно, мы для... Так, немножечко неправильно сделал. Давайте по-другому пойдем. Прошу прощения. Чтобы сделать совершенно чистый вариант, давайте я создам вид номенклатуры материалов с характеристиками. С характеристиками. Естественно, это будет товар. Вот будут характеристики общие для этого вида номенклатуры. И здесь мы сделаем дополнительный реквизит характеристики. Ну, давайте создадим все-таки новый реквизит. Давайте я напишу покрытие, чтобы не путалось у нас покрытие. И здесь вместо красной и зеленой сделаем вот так вот. Будет у нас дуб. И будет у нас орех. Вот. Ну, чтобы не путалось с предыдущим примером. Вот. Соответственно, давайте мы это запишем. И у нас будет здесь номенклатура, которая будет называться Морилка. Морилка, единица хранения. Ну, давайте будет у нас литр. И соответственно, мы должны для нее ввести характеристики. Автоформирование наименования я здесь не делал. Ну, сделаем так. Цвет дуб. Покрытие у нас будет дуб. И создадим характеристику, которая будет называться цвет орех. Ну, понятно, что лучше бы сделать формирование этого наименования автоматически. Ну, чтобы вас не запутывать, я пока это не буду делать. Вот. Ну, вот, соответственно, у нас есть материал. И теперь давайте мы с вами, значит, это все запишем. Вернемся к собственному мебели с автовыбором. И что мы здесь делаем? Дополнительные реквизиты. Добавить. Вот здесь важно для того, чтобы работал вот этот вот механизм, надо использовать именно из другого набора. Какое-то там другое совпадение. Оно на самом деле здесь не подойдет. Так. Материалы с характеристиками покрытия берем. Добавить реквизит как есть. Далее. И еще я добавлю новый для вида, но он будет немножечко таким своеобразным. Значит, я добавлю фурнитуру. И сделаю ее вот такой вот номенклатурой. Вот такая вот хитрая ситуация. Что это нам дает? Давайте я создам номенклатурную позицию, она будет называться «Стол письменный». Единицы измерения штука. Поправим. Есть. И теперь мы можем ввести список характеристик. Создаем список характеристик. Значит, дуб. Показать все. И выбираем через поиск набор фурнитуры золота. Так. Дуб. Фурнитура. Золото. Так. И давайте сделаем орех. Фурнитура. Фурнитура. Медь. Орех. Фурнитура. Медь. Вот, ну, вот у вас... Да. Давайте сделаем однотипно. вот две характеристики тоже есть. И теперь начинается самое интересное. Как мы теперь поступим при создании ресурсной спецификации? Создадим новую ресурсную спецификацию, я ее назову мебель, автовыбор, стол письменный, количество 1. Мы с вами здесь характеристику не указываем, характеристика может быть любой. И вот именно вот эта вот любая характеристика, она и позволяет нам использовать автовыбор. Что мы добавим? Ну, там какая-то, давайте посмотрим, доску мебельную в каком-то количестве, там, не знаю, 5 квадратных метров. Это у нас не меняется, это у нас так и будет. Нам потребуется покрытие, морилка, да, морилка. Морилка у нас, ну, предположим, 1 литр. Но, значит, какое именно надо выбрать? Номенклатуру мы с вами указали. Вот. А дальше мы должны указать, как именно мы определим характеристику. Как вы видите, здесь есть следующие возможности. Указываются спецификации, определяется по свойствам основного изделия. И вот мы настраиваем соответствие свойств. Свойство характеристика материала покрытия должен определяться по свойству, того, которое тоже относится к покрытию. Вот так вот. Видите? По свойству покрытия. Так. И сохраняем. Ну, как видишь, все правильно. И, значит, третья фурнитура. Автовыбор. Значит, указываются свойства изделия. Ну, вот здесь, к сожалению, я боюсь не получится. А, фурнитура. По фурнитуре мы это указываем. Да. Вот. Один набор. Вот. Значит, единственное, что стоит добавить, здесь мы пошли к самым простым, наиболее распространенным способом. И, кстати говоря, именно он вот на экзамене по производству на специалиста и применяется. Но здесь возможны разные варианты. То есть, мы можем уточнить при производстве. Это означает, что при производстве будет, видимо, какая-то информация. Но сейчас ничего точно определить нельзя. То есть, уже в документе производства все будет настраиваться. Ну, и есть еще определяется по алгоритму. Но, как бы, это уже совсем выходит за пределы. То есть, здесь уже нужно подключать разработчика, чтобы он вот этот вот алгоритм определения задал. Вот. Ну, вот так вот работает автовыбор. Давайте я завершу оформление. Добавлю этап. Этап подразделения. Ну, давайте возьмем вот этот цех. Один день. Все. Больше нам, как бы, ничего не нужно. Записать и закрыть. Да, статус действует. Так, он сейчас еще ругнется, конечно. Есть. Так, установить статус действует. Записать и закрыть. И давайте проверим, как это будет работать. Так, производство. Пум-пум-пум. Заказы на производство. Создаем новый заказ. Новый заказ. Организация Орион. Подразделение диспетчер. Цех 99. Продукция. Добавляем стол письменный. Так. Добавляем характеристики. Вот такую. И добавим характеристики. Вот такую. Так. Давайте на секунду вернусь. Посмотрю. Так. Вопросов пока я вижу нет. Хорошо. Так. Количество. Ну, одну штуку и одну штуку. Все заполнили. Передаем в производство. Так. Так что. А, ну да. Получателя надо указать. Получатель у нас будет основной склад. Так. Провести и закрыть. Все скушало. Идем в производство. И давайте я включу управление очереди заказов. Вот он наш заказ. Сформировать этапы. И посмотрим, что наформировалось. Этот этап предполагает использование доски мебельной, морилки, наборов фурнитуры медь. Выпуск. Стол письменный, орех фурнитуры медь. Этот этап, соответственно, предполагает использование морилки доп и наборов фурнитуры золота. Выпуск. Стол письменный доп фурнитуры золота. Ну, вот, собственно, так автовыбор и работает. И эта функциональность, как и в предыдущем случае, то, что я на прошлом вебинаре показывал, она нужна для чего? Для того, чтобы вы с помощью одной ресурсной спецификации сделали, задали нормы для нескольких разнородных продуктов. Понятно, что здесь вот эта вот разнородность продуктов, она может быть задана как? Вся разнородность должна присутствовать в характеристике. Что, собственно говоря, и логично. У вас номенклатура одна, а вот характеристики номенклатуры разные. Но, возможно, ситуация, когда вот этот вот выбор будет осуществляться по свойствам основной номенклатуры. И это позволит вам использовать вот этот вот подход, сделать спецификацию для вида номенклатуры, а дальше для отдельных номенклатурных позиций, соответственно, по автовыбору, задавать использование тех или иных материалов. Так, ну, вот эту вот функциональность я вам показал. Какие-то вопросы есть у вас? Значит, одно и то же изделие производится в двух разных подразделениях по одной спецификации. Как сделать подстановку спецификации в заказе на производство? Значит, ну вот, смотрите, спецификация, она по умолчанию предполагает привязку к конкретным подразделениям. На самом деле, у меня был проект, в котором было именно вот такое вот требование. Этот проект был связан с машиностроением. Ну, они там делали такую ремонтную деятельность. И им действительно нужно было, чтобы ремонт шел по одной спецификации. А вот где он будет идти? В каком именно ремонтном подразделении? Второй вопрос. Это доработка. Соответственно, единственное деление, которое можно сделать, это по подразделению диспетчера. Ну, это немножечко не то. Поэтому мы дорабатывали. Делали так, что указание подразделения в этапе спецификации было необязательным. Соответственно, оно уже указывалось в заказе на производство. Так. Как пользоваться алгоритмом? Вы имеете в виду при автовыборе? Ну, к сожалению, здесь я не отвечу. Это уже вот тот момент, который должны разработчики решать. Как бы это не по моему столу. Значит, то те алгоритмы, которые вы можете использовать как пользователя, вот сейчас как раз мы к этому с вами подходим. Я вам показывал в прошлый раз это. Да, вы помните, вот это вот. Кто второй раз? Да, расчет по формуле. И вот здесь вот этот вот алгоритм расчета количества, он позволяет выстроить достаточно сложную формулу. Да. Ну, напоминаю, что здесь операнды, которые вы можете использовать. Здесь то, что вы с этими операндами можете делать. А здесь, соответственно, та формула, которая у вас должна сработать. Значит, в общих чертах, как это происходит, я вам рассказывал в прошлый раз. Вот. Сегодня... Так... Сегодня... 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 Значит, сегодня я хочу чуть побольше вам рассказать о тех операторах, которые доступны в... в этом рабочем месте, да, вот в этой форме построения алгоритма. Давайте я сейчас с вами это сделаю. Я сейчас переключу трансляцию. Есть трансляция? Слайд-шоу есть? Хорошо. Смотрите. Значит, какие формулы там доступны? Ну, я не буду говорить, что там есть сложить, умножить, разделить. Как бы это... Я думаю, так понятно. Вот. Первое – это минимум и максимум. Значит, возвращая, вы в минимум и в максимум задаете нити, перечень значений, она выдает вам, соответственно, минимальное и максимальное. Ну, пример, значит, я везде там сделал описание, значит, формальное, как, значит, надо обращаться к функции, что она делает, и пример, да, минимум 1, 10, 2, функция вернет 1. Математические функции. Можно отрезать целую часть числа, можно вычислить квадратный корень. Более сложный вариант – это степень. Степень. Вот функция по, вы пишете основание, пишете степень, соответственно, вы можете и произвольный корень в этом случае извлекать, потому что, ну, функция, она, корень, он может быть и не, значит, вот таким числом. Так, значит, может быть дробным. Так, значит, что еще? Функция округления. Значит, окр – это округление обычное по математическим правилам, но существует еще вариант окр вверх, окр вниз. То есть округление в большую и меньшую сторону. Так, запись будет, и слайдшоу я тоже дам. Можете его использовать как справочник, я его для этого и делал. Так, тригонометрия. Тригонометрические функции могут использоваться для чего? Ну, вот смотрите, в том же самом примере, о котором я говорил, я написал, что морилка, там, столько-то пойдет. Но у вас может быть ситуация, когда вам нужно для того, чтобы рассчитать количество морилки, рассчитать площадь. А площадь, она не всегда прямоугольная. Вот, и в этом случае вам может потребоваться, ну, вот эти вот значения. Так, значит, функция работы со строками. Но это при расчетах вряд ли, а вот в том случае, если вы будете формировать наименование, вот той же самой характеристикой автоматически, это может пригодиться. Значит, что можно вот в этом, вот в этой форме использовать? Можно отрезать левую, правую часть. То есть, указывайте количество символов, программа вам возвращает это количество символов. Можете вырезать среднюю часть. Указывайте, сколько символов, в какого места. И можете посчитать длину строки. Тоже использовать для чего-то. Можно найти подстроку в исходной строке. Можно сравнить по длине две строки. Можно все перевести в верхний регистр или в нижний регистр. Есть определенные функции по работе с датами. Ну, честно говоря, использовал редко. Но можно текущую дату вернуть. Можно вернуть дату в формате программы по заданным оперантам. Указывайте год, месяц, день. Вам возвращают конкретную дату. Так, тут я немножечко, да, немножечко неправильно не проверил. Ну, я поправлю. Значит, вы вводите дату в формате программы. Вот здесь вот она показана. Функция возвращает, соответственно, день, месяц или год. То есть 14.07.23 вернется для дня 14, для месяца 7, для года 23. Описание поправлю, когда буду вам отсылать. Значит, определение начала периода. То есть, возвращается в формате программы точка времени, соответствующая, ну, опять-таки, началу дня, началу месяца и началу года. Ну, конец тоже самое, но наоборот. Возвращается конец дня, конец месяца, конец года. Значит, ну и самое интересное оно, как обычно, в разделе прочее. Значит, смотрите. Вообще, вот тоже я сюда не включил, но там есть еще возможность логического сравнения, да, то есть стандартное и или не, вы там увидите. Значит, вот здесь функция условия, оно позволяет, вот в той формуле, которую вы создаете, сделать ветвление. Ну, естественно, это будет очень такая громоздкая конструкция, но она будет работать. Значит, вот эта вот функция с очень таким хорошим названием «вопросительный знак», она предполагает, что задается какое-то условие, и если истина, то выполняется одно, если ложь, выполняется другое. Вот либо так, либо так. Причем, предупреждая вопросы, естественно, вы вот в это значение, если истина, можете вложить там цепочку операндов, то есть вот эта ложность, она может быть достаточно сложной. По сути дела, вот эта вот функция условия, она позволяет вам при формировании итогового наименования, там, для характеристики для номенклатуры или при расчете внутри производственной спецификации добиться примерно того же уровня автоматизации, который дает Excel. Вот как в Excel, вы можете там вот это вот условие запихнуть, там, какие-то перерасчеты. Здесь у вас есть возможность вот эти расчеты из ячейки Excel целиком и полностью реализовать внутри ресурсной спецификации. Что такое выбор по порогу? Что такое выбор по порогу? Значит, эта функция берет некое значение x, понятно, что там тоже внутри может быть какая-то вложенность, и полученное значение она анализирует. И дальше вы можете задать, ну, вот некую такую произвольную лестницу. Вы задаете пару значения порог, значения порог, значения порог, значения порог. Вот эта вот пара значения порог, значения порог, оно должно обязательно заканчиваться каким-то значением. Вот. Порог предполагает некий потолок, до достижения которого функция должна выдать значение 1. Дальше, по достижении, до того момента, когда будет достигнут порог 2, будет прислаиваться значение 2. Ну, и так далее. Вот, смотрите, здесь в примере я как раз и показываю, как это работает. Значит, у нас есть нити x. Если он меньше 10, то функция должна вернуть 1, если меньше 20, функция вернет 2, если меньше 30, функция вернет 3. Ну, а далее любое значение предполагает, что вернется 4. И пример 5. 5 это что? 5 меньше первого порога, 10. Возвращается единица. 25. Больше второго порога, 20. Не меньше третьего порога, 30. Возвращается 3. Вот это вот значение. 35. Больше последнего порога, возвращается в последнее значение 4. Вот. Иногда логика будет именно такая. Задача с изготовлением продукции в разных подразделениях по одной решается параметры назначения спецификации... Бум-бум-бум-бум-бум. Ага, нет. Так можно, но здесь, смотрите, вам придется делать спецификацию для подразделения. Я имел в виду другое. Вне зависимости от того, какое подразделение будет выполнять спецификацию, да, ну, спецификацию, исполняющее подразделение нельзя... Так. Бум-бум-бум-бум-бум. Как бы это лучше сформулировать? Давайте, наверное, я переключусь. Наверное, лучше это здесь показать. Давайте я переключусь вот сюда. Так. Значит, вот смотрите. Я что имел в виду? Вот у нас производство вот этой мебели, оно в соответствии со спецификациями всегда будет производиться в подразделении Цех 99. Вот это вот не поменять. Значит, ну... смысл вот этой вот доработки, о которой я говорил, состоит вот в чем. Представьте себе, что у нас какой-то большой холдинг, и вот эта вот мебель, она будет изготавливаться не только в цехе 99, ну и там в цехе 89, в цехе 79, которые территориально достаточно разместены. И, в принципе, типовой функционал, он предполагает, что в этом случае потребуется три спецификации. Их как-то там потом еще надо будет выбрать. Мы делали что? Мы делали спецификацию, которая не привязывалась к вот этому производящему подразделению в этапе. То, что вы говорите, вот этот вот параметр назначения, она предполагает возможность выбора дополнительного в заказе на производство. Но в типовом заказе на производство производящее подразделение, оно вообще не фигурирует. Только подразделение диспетчера. Поэтому, думаю, что мы с вами немножечко друг друга не поняли. Да, через копирование можно. Через копирование можно. Для каждого подразделения, ну, в заказе на производство, простите. А какое подразделение вы хотите выбрать в заказе, кроме подразделения диспетчера? Так, ну, давайте тогда вот чуть-чуть дискуссию отложим. У меня такое ощущение, что мы говорим немножечко о разных задачах с вами. Давайте продолжим. Продолжим пока рассказ. Ну, в принципе, это большую часть формулы я вам показал. Значит, И теперь еще один момент, связанный с... Ну, это не параметризация, естественно, Но, это возможность задать еще одну степень свободы в ресурсной спецификации. Давайте я снова вернусь к дему. Значит, смотрите, что здесь еще можно сделать. Здесь, в материалах работах, есть вот такая интересная функциональность, которая называется применение. Значит, что это такое? Что это такое? Бывает ситуация, Бывает ситуация, Когда какие-то Материалы В спецификации Применяются не всегда. Ну, при спецификации они могут быть, Но, применяются они не всегда. И, в принципе, В принципе, Какие-то Ситуативные замены, Которые можно Ну, Использовать в производстве, Они больше связаны с механизмом аналогов. Значит, механизм аналогов, Это все Прекрасно, Замечательно, Вот. Но, Существует и Ну, немножечко другая, Другой вариант, Работая. Значит, Вариант, Когда мы непосредственно В ресурсной спецификации Можем задать Какой-то материал, Который Будет применяться По умолчанию В производстве. Вот. Ну, вот здесь, Собственно говоря, Все материалы, Если мы специально не настроим, Они будут именно такие. Они будут Применяться По умолчанию. И, Можем Добавить Какие-то Материалы, Которые будут Применяться В отдельных случаях И даже, Возможно, С меньшей долей вероятности. Значит, Ну, Вот здесь Есть, Значит, Какое-то общее описание И здесь указывается, Для чего, Собственно говоря, Это нужно. Вот этот вот вариант, Он позволяет Использовать Данные Из-за ресурсной Спецификации Не при формировании Производства Как такового. Он позволяет Использовать информацию В планировании. В планировании. То есть, Я думаю, Что, Если вы Сталкивались С подсистемой Планирования, Для вас Не секрет, Что мы можем Ну, Практически С помощью Типовых решений Создать Заказ Клиента Заказ Поставщику. План. Сначала План закупок, Потом Заказ Поставщику. Исходя из того, Что мы будем Производить. То есть, Мы берем Производство, Берем План выпуска, И на основании Плана выпуска У нас Появляется Некий план Потребности В материалах, Который мы Потом Как-то Можем Использовать. Это Работает Как отчет. Можно Создать Соответствующий Отчет Из плана Производства По потребности В материалах. И это Работает При пересчете. То есть, Когда вы Используете Источники. И вот Здесь Есть Такая Интересная Настройка. Так, Сейчас Насколько я Помню Этот сценарий. Вот. Видите? Настройки Планирования Производства. Настройка Потребности В материалах В видах ЭЦ И Трудовых Ресурсов. Значит, Потребность В материалах Мы Можем Настроить Как Наиболее Вероятную Оптимистичную И пессимистичную. Что Это Означает? Что Это Означает? Значит, У нас Есть Такое Понятие Как Основные И Альтернативные Материалы. Ну, Вот Здесь Есть Соответствующий Термит. Что Такое Основные И Альтернативные Материалы? Вернемся На секунду Сюда. Вот Когда Вы Здесь Указываете По умолчанию Это Основной Материал. Если По требованию Это Альтернативный Материал. И Дальше Вот Те Потребности Которые Вы Указали Вот Здесь В графе Количества Они Будут Корректироваться В Соответствии С Указанным Процентом И В Соответствии С Вот Этой Вот Настройкой Значит Что Такое Наиболее Вероятное Наиболее Вероятное Это Значит Что Материалы И Основные И Альтернативные Будут При Планировании Скорректированы На Процент Применения На Вероятность Применения Ну Например Если У вас Используется Краска А и Краска Б И Краска И то И другое Предположительно Один Литр Вот Но Краска Используется С вероятностью 80% А Краска Б Используется С вероятностью 20% Вот Именно По Этим Вероятностям При Такой Настройке И Будет Осуществлен Заказ То есть Программа Закажет Ну План Поставит 800 Миллилитров Краски А И 200 Миллилитров Краски Б Если Мы Поставим Оптимистичную Значит Ну Смотрите Здесь В принципе Комментируется Будет Заказан Один Литр Краски А Краска Б Заказываться Не Будет Пессимистичная Будет Заказан Один Литр Краски А И Будет Заказано 200 Миллилитров Краски Б Вот Вот Такое Влияние Ресурсная Спецификация Может Оказать На Подсистему Планирования Так Ну Что То Что Хотел Я Вам Показал Вопросы Какие У вас Остались Остались Так Ну Вот Давайте При переходе На ERP Подразделение Стало Обязательным Реквизитом Спецификация И Подразделение Данного Изделия Не включить Эту функциональную Орд Будет Указывать На Неоднозначность Выбора Спецификации А Вот Что Вы Имеете Ввиду Значит Ну Я Честно Говорю Вам Честно Говоря Я Вам Не Скажу Точно Я Не Пробовал Такой Вариант Но Насколько Я Помню Значит Настройка Автовыбора Спецификации Она Предполагает Что Будет Взята Последняя Ну Самая Свежая Спецификация Там Еще Есть Несколько Моментов Которые Влияют На Эту Автоподстановку Но В принципе Браться Должна Самая Свежая С учетом Некоторых Оговорок Спецификация Многоэтапная Количество Этапов Зависит От количества Производимого Продукта А как Она Может Зависит Простите Если Вы Вы Имеете Ввиду Ограничения По Партиям Что Там Скажем Если У вас 100 штук Надо Вы 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 Об этом Нет Я О том Что Если Допустим 5 тонн Выпускается То Выпускается На Двух Мельницах Если Одна Тонна То На Одной То Смотрите Там Есть Параметр Я Понимаю Вы Скажете Это Рабочие Центры Можно Там Да Можно А Если Чтобы Не Включать Рабочие Центры Есть Параметр Оптимальная Параметр Партия Да Есть Там Полторы И Как Но Это Разный Этап На Разных Мельницах Ну Так Они Обозначили Ну Смотрите Если Вы Не Хотите Использовать Рабочие Центры Вы Можете С Помощью Вот Этого Параметра Оптимальной Партии Разбить У вас Выпуск На Две Партии И Куда На Какую Вы Отправите Мельницу Ну В принципе Я так И решила Да Ну Если Вы Имеете Ввиду Что Это У вас Другое Подразделение Ну Вот Туда Тут Сложность В Одном Подразделении В Одном На Разных Рабочих Центрах Тогда Используйте Оптимальную Партию Хорошо Спасибо 1СУПП В формуле Можно Было Использовать Параметры Производство Не раздувая Характеристики При этом Спецификация Значения Параметра Задавалась По умолчанию Документ Выпуска Расход Материалов Рассчитывался Исходя Из фактического Значения Параметра Указанного Непосредственно В самом Документе Выпуска Нет В прямом Виде Я боюсь Такого Не будет Возможно Скажем так Дальше Усложнит 1С И скорее всего Реализует Вот этот Механизм Но боюсь Что Не получится Единственное Что Была У меня Аналогичная Задача В молочке Но там Действительно Мы писали Алгоритмы В помощи Которых Что-то Рассчитывалось Внутри Это Нетиповое Так Еще Вопрос Есть Как раз Так Ну Если Вопросов Больше Нет Ну Что В принципе Во время Мы уложились Спасибо За внимание Еще Маленький Вопрос Видео С этого Будет Выложено Я просто Энное Количество Времени Видео Не Видео Будет Выложено Благодарю Да Кстати Еще Там Один Вопрос К вам Уже Какая Тематика Вас Интересует Какой Вебинар Вы бы Хотели Услышать По Каким Моментам По Планированию Производства Планирование Производства Вы имеете Ввиду Составление Графика Да Именно Это Хорошо Правда Это Явно Не Один Вебинар Ну Это Понятно Хорошо Давайте Сделаем Спасибо Нормализация Номенклатуры Ну Смотрите Тема Конечно Очень Хорошая И Более Того Когда Я Там Вел Курсы По Аналитике И Управлению Товарными Запасами В Баумске Я Вот Действительно Рассказывал Достаточно Много Об этом Но Эта Тема Да Она Вот такая Востребована Она Очень часто При внедрении Появляется Вот Но Она К автоматизации В общем-то И пользовательским Функциям Она Имеет Достаточно Условное Отношение Понятно Что Там Колли Дубли Это Как бы Ну Беда Известная Беда Распространенная Значит Можно Сделать Какой-то Вебинар Вот По тем Механизмам Которые Существуют Но На самом Деле Вот Я В первую Очередь Рекомендую Сделать Что Всегда В таких Ситуациях Во-первых Подумать О том Что Надо Использовать Номенклатуру Поставщиков Как бы Это Позволяет Очень часто Схлопывать Справочник Дубли Убирать Обратить Внимание На Реквизиты Собственно Говоря Вот Каждый раз Когда Мне Приходилось Чистить Именно На моей Стороне Чужой Справочник Я шел Именно По этим Путем То Надо Понять Чем Отличается Один На Номенклатурная Позиция От Другой Реквизиты Это Позволяет Сделать И Можно Включить Уникальность По Набору Реквизитов И В этом Случае Даже Там С Методами Экселя Можно Вычистить Это Самый Справочник Ну А Дальше Вот Этот Механизм Уникальности По Сочетанию Реквизитов И Автоматическому Формированию Наименования По Реквизитам Он Позволит Снизить Вероятность Возникновения Нового Дубля Давайте Скажем Так Ну Все Вопросов Больше Нет Больше Нет Тогда Давайте Завершаться Спасибо За Внимание И Вам Спасибо